Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний фреш. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня я как всегда расскажу о культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. На территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 8 градусов. Визер юго-западного направления до 6 метров в секунду. Сегодня в Гомельском областном драмтеатре состоится премьера детского музыкального спектакля «Нереальная сказка» или «Новый год» в Лайклавии. По сюжету школьники Тима и Алена волшебным образом переносятся из музея в сказочную страну Лайклавию. Там им предстоит встретиться со злым волшебником, коварной черной кошкой, влюбленной колдуньей и другими персонажами. От ребят потребуется находчивость и смекалка. Им придется стать настоящими героями и спасти заколдованную принцессу. Или даже не одну. Обратим ваше внимание на то, что новогодние чудеса будут ждать юных театралов еще до начала спектакля. На время зимних каникул все фойе театра превратятся в волшебный детский городок. Во дворце Румянцевых и Паскевичей открывается музей экспериментальных наук. Гости смогут познакомиться с работой приборов и устройств, которые покажут самые разные явления природы. Все экспонаты выставки можно и нужно трогать. Только так посетители смогут открыть для себя такие механизмы, как волновой маятник, мост да Винчи, маятник Ньютона, трансформатор Теслы и еще много чего интересного. Выставочный проект также позволит узнать, как работают законы физики, познакомит с принципами действия технических устройств и не только. Незабываемые впечатления гарантированы. Так что приходите и экспериментируйте. Картинная галерея Гавриила Ващенко продолжает знакомить гамильчан с проектом «Париж, Париж». Он посвящен одному из самых незаурядных представителей творческой элиты столицы Франции конца 19 века художнику Анри де Тулуз Лотреку. На выставке более 50 телетографий из частных европейских коллекций. Это афиши легендарных парижских заведений, зарисовки из повседневной уличной жизни, эпизоды из цирковой серии и не только. Познакомиться с ними можно до 12 января. В музее истории печати и фотографий Гомельщины продолжает работу выставка под названием «Изнутри». На ней работа детского фэшн-фотографа Елена Зима. Автор любит совмещать несовместимые, честные детские эмоции на съемочной площадке, предпочитает работать с дневным светом и играть с тенями. Что из этого получается, посетители музея смогут увидеть до 7 января. Познакомиться с советскими елочными украшениями и открытками можно в картинной галерее Гавриила Ващенко. У каждой из игрушек на выставке своя уникальная история. В те времена елочные украшения, как правило, создавались вручную, поэтому даже одинаковые фигурки отличаются друг от друга. В семьях игрушки передавались из поколения в поколение, а в некоторых домах они сохранились до сих пор. Своими сюжетами, героями и пожеланиями удивят также новогодние открытки прошлого века. Выставка будет открыта до конца января и вряд ли кого-то оставит равнодушным. Гомельский клуб ремесленников «Чаровные подарунки» готовится к новогодним праздникам. 21 декабря в городском центре культуры пройдет выставка-ярмарка изделий, ручную работу, рождественские подарки. На ней можно будет найти поделки, выполненные в самых разных техниках, и не только полюбоваться ими, но и забрать понравившиеся с собой. Частью мероприятий станет и мастер-класс по созданию елочной игрушки. Гостям гарантируют праздничное настроение, вдохновение и только позитивные эмоции. К другим интересным новостям. Канадские ученые разработали пленку, способную отталкивать бактерии. Ее поверхность обладает свойствами, благодаря которым к материалу не липнут микробы. По словам ученых, пленка гибкая, но в то же время отличается высокой прочностью. Еще одно преимущество материала – невысокая стоимость производства. Использовать новинку планируют не только в научных, но и в практических целях. К примеру, ею можно обернуть перила, дверные ручки и другие предметы, на которых, как правило, обитает множество микробов. В Японии работники пенсионного возраста стали надевать экзоскелеты, чтобы продолжать трудиться. Дело в том, что около третьи населения страны – люди в возрасте 65 лет и старше. Это стало и причиной дефицита рабочих в строительстве, сельском хозяйстве и на производствах. Для того, чтобы исправить такое положение дел, некоторые компании начали снабжать своих работников экзоскелетами. Устройства позволяют с легкостью поднимать 25 килограмм, а их конструкция позволила избавиться от проблемы энергозависимости. Экзоскелеты заряжаются от силы человека и работают на сжатом воздухе. Если такой эксперимент окажется удачным, то устройство представят для работы всем желающим пенсионерам в стране восходящего солнца. Юный Вундеркинд не стал самым молодым выпускником университета в мире из-за разногласия с представителями учебного заведения. В марте 2019 года мальчик приехал учиться в Нидерланды из Бельгии, но не смог получить степень бакалавра до дня, когда ему исполнится 9 лет. Дело в том, что представители университета решили, что подобная нагрузка будет слишком большой для мальчика. Такое заявление вынудило родителей забрать документ, а новый рекорд не состоялся. В противном случае парень с фотографической памятью стал бы самым молодым выпускником в мире. Жители штата Табаско в Мексике будут проживать в высокотехнологичных домах, напечатанных на 3D-принтере. Сообщается, что в стране планируют построить полсотни таких зданий для семей, которые живут в крайне неблагополучных условиях. Стоимость домов составит около 1700 долларов. На печать одного здания уходит примерно сутки, но затем его еще надо собрать. Ведь принтер пока не умеет производить двери, окна и крыши. Жилые здания не только оборудованы водопроводной системой и электроснабжением, но еще и сейсмически устойчиво, утверждают инженеры. А внутренняя отделка современным домам и вовсе не нужна. Семейная пара из Австралии перевернула гору мусора весом в 30 тонн. Им пришлось это сделать в поисках нечаянно выброшенных обручальных колец. Супруги занимались ремонтом дома и в какой-то день вывезли строительный и бытовой мусор в центр сбора отходов. Вернувшись домой, они обнаружили, что случайно выбросили маленькую шкатулку для драгоценностей, а в ней лежали дорогие обручальные кольца с бриллиантами. На утро паре пришлось самим ехать на свалку и искать потерю. Благо, спустя несколько часов заветная шкатулка все же нашлась. Отмечается, что это был исключительный случай, поскольку обычно посторонних на свалку не допускают. Такое вот чудо под Рождество. Немного о братьях наших меньших. Поделившись историей своей жизни, мужчина из Уэльса стал звездой социальных сетей. Веселый характер его домашнего питомца не дает ему покоя уже несколько лет. Хаски по кличке Скай с завидной регулярностью грызет мебель в доме, причем постоянно придумывает что-то новое. И вот очередная история обратила на себя особое внимание пользователей соцсетей. Однажды мужчина вернулся домой уставшим и сразу отправился спать. Скай стала скучно, и она решила себя чем-то занять. И этим чем-то оказался ретро-диван. Когда хозяин увидел, что мебель из 70-х годов полностью разорвана, он пришел в ярость, но ненадолго. Все решил один взгляд на любимую собаку. Мужчина признался, Скай хоть и бывает вредный, но делает его жизнь интересной и веселой. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайтесь телеканал «Дуару-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фрэш» и я, Александр Лупиненко. Желаю вам отличного настроения и помните, для того, чтобы радоваться жизни, нужно жить и радоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова